Добрый день! В эфире Школа Инженерного Творчества. С вами Максим, и сегодня мы продолжаем наш курс по созданию игр в Unity в среде Bolt. Сегодня мы с вами попробуем создать, точнее начнем создавать нашу первую игру, и этой игрой будут гоночки. Уроки мы будем разбивать на более короткие, так что сегодня попробуем сделать средствами Unity основную сцену, попробуем добавить для нее различные коллайдеры, посмотрим, как это все себя будет вести, ну и сделаем хоть какое-то управление. Короче, сегодня нам надо будет сделать самоходную повозку. Давайте приступим. Я вот очистил нашу предыдущую сцену, ничего лишнего на ней нет, и в нашу сцену я добавлю, что же я добавлю? Добавлю я Empty, то есть пустой объект. Почему именно Empty? Назову я его Car. Смотрите, то есть наша машинка на самом деле это совокупность большого количества различных элементов. Причем мы, конечно, можем представить ее как и одним элементом, да, просто машина. Но если рассматривать Unity, у нас все-таки есть отдельно, скажем так, наш корпус машины, кузов машины, и есть у нас его колеса, то есть колеса, которые относительно кузова, да, они должны вращаться, они должны поворачиваться, то есть передние колеса, да, для того, чтобы задавать ему траекторию движения. Ну и вообще мы можем, у нас в каждом объекте может быть какое-то количество подобъектов, да. Ну вот как сейчас машина я привел пример. Есть у нас машина, кузов, есть у нас колеса. А кузов, по идее, у нас тоже может состоять из большого количества других объектов. В конце урока, кстати, покажу, как можно средства Unity смоделировать. Ну не то чтобы машинку, но что-то отдаленно похожее на нее. И давайте мы в наш кар добавим 3D Object, добавим куб. Сразу говорю куб, это будет наш кузов машинки. Что дальше? К примеру, чтобы куб все-таки у нас был чуть-чуть пореалистичней, хотелось бы его хоть каким-то образом немного модифицировать. И как его, да, по какой оси вытягивать? Вообще у нас направлением движения будет являться положительное направление оси Z. То есть куда у нас смотрит вот эта синяя стрелочка, это у нас ось Z, туда у нас машина и поедет. То есть если мы хотим нашу машину сделать более вытянутой, мы должны ее масштабировать, это Scale параметр, по оси Z. Ну вот, к примеру, как-то так. Кстати, сразу же говорю, у куба у нас появился так называемый Box Collider. Что уже хорошо. Давайте, кстати, наверное, сразу мы добавим для нашей сцены. Давайте добавим пока что Plane. Опустим чуть пониже ее. И увеличим хотя бы раз в пять. Так, Игорька мы не трогаем. Вот такая большая у нас получилась сцена. И сразу же отстроим немного камеру. Так, камеру я хочу... Ну, во-первых, немножко... Давайте мою машину... Кстати, вот если я сейчас хочу, к примеру, повернуть машину, да, я поворачиваю сам объект машины. Не куб, находящийся внутри нее, а сам объект машины. И я ее поверну на 90 градусов. Вот, с камеры это будет выглядеть таким вот образом. И я хочу сделать такой вид наполовину сверху. То есть я ее по оси X поверну на 45 градусов. Вот. Давайте поменьше сделаем, 30 градусов. Вот, кстати, видно, что у нас сейчас куб находится над плоскостью. У плоскости, кстати, тоже у нас есть. Здесь уже стоит Mesh Collider. И теперь, когда я запускаю нашу игру, у нас ничего не происходит. А потому что мы забыли для нашей машины добавить как компонент RigidBody. Вот, кстати, без RigidBody у нас и... Ну, конечно, если машина не приземлится, у нас и подвеска работать не будет. Бах, все, куб упал. Давайте только, наверное, нашу повозку сделаем. Потяжелее. Ну, хотя бы килограмм 500. Какая большая деревянная повозка. И добавим для нее колеса. Вообще, покажу сейчас такую, наверное, ошибку, которую допускают многие. Я, кстати, не был исключением. Потом долго пытался понять, а в чем же проблема. Ну, мы сейчас можем взять и добавить в нашу машину цилиндр. Добавляем цилиндр. Понятно дело, нам надо его повернуть. Повернуть относительно оси Z на 90 градусов. нам его по оси Y надо немножко уменьшить. Наверное, еще немножко. Вот, получилось. Получилось у нас... Иногда, кстати, удобно пользоваться видами с одного либо с другого ракурса. Вот, сделали мы с вами одно колесо. Вообще, предлагаю сразу же, так как объектов у нас будет здесь уже побольше, у нас как минимум будет колеса, четыре колеса, как минимум к ним будут коллайдеры. Давайте мы их переименуем. Переименуем мы либо щелкаем с интервалом два раза получается медленно, ну, либо нажатием на кнопку в два. Можно переименовывать. И назовем мы его Right Front W ну, от слова Will колесо. Так, наверное, поближе его сделаем еще. И теперь мне надо его продублировать, чтобы каждый раз не создавать мне эти колеса. Вот, к примеру, продублировал я его, не хочу поместить в левую сторону, беру просто и смещаю его. Выставляю таким образом. это у нас уже будет Left Front Wheel. Потом я продублирую, выделю оба эти колеса с клавишей Shift, продублирую их, и у меня получится так, наверное, сначала их выделю и передвину назад. Кстати, видите, мы сохраняем вот это положительное направление оси Z, то есть вот у меня передние колеса, вот у меня задние. Ну, конечно, разницы большой не будет пока что, пока мы не будем делать повороты, но называйте сразу все правильно. так, Right Back Wheel Left Back Wheel вот все вроде бы у нас прекрасно получилось, и теперь вроде кажется, что самым логичным, самой логичной вещью будет добавить сюда нам коллайдеры. Здесь вообще уже, кстати, есть так называемый капсул коллайдер, нам он в принципе не нужен, тем более, видите, если вы посмотрите, как капсул коллайдер выглядит, да, то вокруг нашего колеса вот такая вот, смотрите, вот отключаю, вот чтобы понимали, где коллайдер, то есть это вот эта окружность, и вот она так дальше продолжается, то есть вот это все будет у нас за что-нибудь задевать. Так что нам вообще капсул коллайдер не нужен, я его удалю, давайте, чтобы у нас было все-таки чуть получше иерархия, внутри машины создам пустой объект, назову его Model, то здесь у нас будут все модели наши, и создам второй пустой объект, назову его Colliders, то здесь будут у нас все коллайдеры, и коллайдеров у нас с вами будет также четыре, то есть колес у нас четыре, и будет у нас четыре коллайдера. Самый простой способ, смотрите, я дублирую мои колеса, переношу в папочку коллайдеры, и добавляю для них компонент под названием Physics, и выбираю, здесь есть, вот сам внизу, вилл коллайдер. колесо, вот я его радиус увеличу, чтобы оно все-таки с колесом совпадало, вот радиус вот этот скопирую, и поставлю во все остальные колеса, во все остальные вилл коллайдеры. все, теперь у каждого колеса у нас вот вокруг есть такая окружность. Нам здесь нужен именно коллайдер, сам объект мы можем удалить. То есть вот этот вот Mesh Renderer мы удаляем, и сам цилиндр мы удалим. Ставим только вилл коллайдер. Поверьте, так работа с ними будет проще. Мы сможем потом добавлять в болт просто перетягиваем отдельно. Все, у нас отдельно коллайдеры, отдельно наша модель. и для самой машинки теперь уже мы добавляем как уже догадались наш файл болт. Добавим Flow Machine и я выберу mbt Edit Graph. Ну, во-первых, смотрите, самое первое, давайте маленько покажу, что же нам дали наши вилл коллайдеры. Наверное, кстати, было видно не слишком уж хорошо. Можно для нашей машины поставить массу побольше. Так, вот у нас давайте, к примеру, полторы тонны сделаем. Вот, видите, машина у нас падает немного покачивается. Смотрите, когда у нас падает на ровную плоскость, особо ничего у нас не происходит. Давайте попробуем нашу плоскость немножко наклонить вперед. То есть, мы ее по оси Z добавим совсем небольшой наклон. поднимем. машина у нас покатилась сама. Смотрится это, конечно, может быть не совсем у нас реалистично. Вроде как у нее даже и колеса не крутятся. Кстати, по поводу вращения колес. Здесь, конечно, это будет плохо видать. Хотя, если присмотреться, у нас все равно тот же самый цилиндр. Давайте, наверное, все-таки камеру поставлю поближе. Видите, она у нас как будто бы просто скользит. ну и давайте все-таки займемся нашим кодом. Заходим в Edit Graph и давайте возьмем пока что наш Update Event. Нам с вами необходимо сделать привязку наших колес к нашим Wheel Collider. Чтобы колеса сохраняли ту же самую позицию, где находится Wheel Collider. То есть, каким-то образом двигались. Ну и также, когда мы сейчас все сделаем, она у нас не будет поворачивать. Точнее, машина будет поворачивать, повороты эти не будут видны. Ну или давайте даже начнем самое элементарное, чтобы она начала ездить и начала поворачивать. Потом все увидите сами. Ну, вообще, для того, чтобы она начала ехать, мы должны добавить здесь я вот пишу Wheel. Здесь у меня есть Wheel Collider. И здесь есть такая функция, как мотор торка. То есть, крутящий момент нашего мотора. Нам его понятно надо установить какое-то значение. А тут главное понять, когда нам его надо установить какое-то значение. А вот как раз когда мы с вами кстати, опять-таки, если зашла у нас речь о физике, нам лучше использовать Fixed Update. и когда нам лучше с ним то есть его доставлять каким-то образом ехать, да, когда мы будем получать какую-то кнопку, ну, либо ось. С осью, наверное, будет там работать попроще. И нам нужна вертикальная ось. То есть, вертикальная ось, это напоминает кнопки вверх и вниз. Либо клавиши W и S. Так, и первое, что нам надо сделать, давайте мы соединим с вами таким вот образом. И вопрос сразу здесь вот стоит Self. Что означает Self? Да. Вот машинка сама здесь даже кстати вилл коллайдер подсвечен. То есть на машине на самой нет никакого вилл коллайдера. Мы его должны взять к примеру с наших коллайдеров. Можно сделать проще всего это перетягиванием. И я продублирую, так как у нас колес все таки несколько. хотя давайте сделаем чтобы у нас только передние крутились передние колеса давали крутящий момент. Так выровняем нашу плоскость наш plane и теперь я нажимаю кнопку вперед вот машина начинает сдвигаться. Почему так происходит? А потому что машина у нас достаточно тяжелая опять таки напоминаю у нас здесь входит значение ну вот не больше скажем так единицы ну вернее 0 1 минус 1 если мы хотим это значение увеличить мы должны воспользоваться функцией под названием мультиплай кстати лучше ее наверное отсюда вытащить вот она есть мультиплай и нам просто надо домножить это значение на значение побольше к примеру 100 вот машинка поехала вот кстати здесь вы на вкладке видите ее скорость я сейчас назад разгоняю тормозим физика сразу говорю поначалу когда вы начнете что-то делать у вас паразит возможно не с лучшей стороны а теперь давайте сделаем чтобы она не просто каталась у нас вперед назад но еще и поворачивала за поворот у нас отвечает с того же нашего любимого вилл коллайдера есть такая функция как угол стир англ также нам его надо установить колес у нас с вами поворачивающих два вот кстати здесь вы можете попробовать может быть реализовать интересную механику к примеру сделать подруливание задними колесами что будет колесами вернее посмотреть или вообще чтобы только задние колеса поворачивали у нас right front и left front и здесь мы должны взять опять-таки наш input и ось у нас уже будет горизонтальная надеюсь ни для кого не секрет что все-таки управляем мы нажатием кнопок влево вправо а теперь сразу же первый момент вот у нас мы будем передавать значение от минус одного до одного поворот на один угол его даже практически будет незаметно тем более на короткой траектории давайте сделаем поворот хотя бы ну градусов на 45 конечно есть у нас отдельный вид дрифтеров которые там пытаются выворот все делать больше 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 доходит практически до 90 градусов так что кто захочет сделать какую-нибудь игру про дрифт попробуйте напишем 45 и отправим в наши колеса ну и также надо дальше все соединить теперь как у нас это будет работать вот видите я вполне нормально могу повернуть нашу машинку вот она вполне прекрасно управляется как вполне прекрасно чего вы хотели от средневековой повозки вот вот по крайней мере она управляется поворачивает то есть я на самом деле сейчас нажимаю поворот а вот колеса стоят на месте почему же так происходит а колеса мы должны тоже привязать к нашим вилл коллайдерам сейчас кстати когда мы колеса привяжем будет весело так вилл коллайдер и здесь есть такая функция под названием get world pos то есть мы берем с нашего вилл коллайдера его скажем так позицию то есть его и позицию и его угол поворота и мы должны с каждого коллайдера передать на каждое колесо то есть где это колесо расположено куда оно повернуто по поводу позиция мы передадим функцию так transform position set и дальше мы передадим транс так это трансформ rotation set вот соединяем таким образом добавляем и здесь мы берем наш коллайдер давайте возьмем с правого переднего колеса а сюда объект которым устанавливаем позицию устанавливаем поворот это мы берем сам объект то есть right front wheel то есть именно наш объект нашего колеса и таким вот образом колес у нас 4 значит продублируем таким образом 4 раза давайте будем по очереди делать здесь у нас уже понятно будет не right front wheel а left front wheel вот кстати иногда удобно дублировать все остается в таком же дальше right back wheel и left back wheel все мы все прекрасно сделали и теперь вроде бы у нас все должно заработать вроде правильно мы из коллайдеров передаем информацию в наши вот эти цилиндры вот видите какая красота у нас получается такая у нас получилась с вами шагающая машина как бы не выехать с камеры так что кто захочет сделать машину шагающую кстати даже вот наверное не сильно хорошо видно но вот колеса поворачиваются передние вот можете сделать таким и образом а почему у нас так происходит а потому что мы наш объект цилиндр повернули то есть здесь он у нас изначально повернут а вилл коллайдер получается разворачивает его снова и по-другому решение проблемы кстати достаточно простое мы создаем объекты ну скажем так давайте их полностью назову то есть мы создаем пустые объекты и в них добавляем наши колеса там те же те же вот колеса так ну давайте покажу наверное пока что на правом переднем колесе то есть видите все что сделал я наш объект который был изначально повернут я его переместил в left front вилл теперь я уже в edit graph так почему-то создал я right front вилл поместил туда left front вилл right front вилл вот он теперь я здесь добавляю right front вилл добавляю именно вот этот объект теперь давайте понаблюдаем за поведением переднего правого колеса ответь колесо у нас уже практически ведет себя прекрасно как прекрасно себя ведет ну по крайней мере оно хотя бы уже повернуто в нужную сторону так стоп сейчас он даже поворачивает почему так опять-таки у нас произошло нам у этого колеса надо сбросить его позицию по нулям и колесо нам надо вот это выставить уже значение в самом объекте а может быть даже кстати не надо нам выставлять кстати видите колесо у нас работает прекрасно то есть можно даже сейчас сильно с выставлением всего этого нам не заморачиваться так пример чтобы оно было на своем месте то есть все что мы сделали да это мы добавили пустой объект так что мне там дальше left front сюда перемещаю left front тоже сбрасываю него все его координаты сразу же так сразу же меняю проверим все или хорошо вообще возьмите себе привычку постоянно все проверять так здесь не туда не в коллайдер сам объект потому что вот иногда бывают такие казусы вроде кажется что вы все делаете правильно а на самом деле так думаете только вы unity к примеру может быть с вами не согласен так странно все вроде а я когда все сбросил по нулям я снова колесо само поставил вперед хотя надо было поставить сам коллайдер так также задним колесом и главное теперь нам это все исправить в коде как я обещал немножко расскажу о том как нам сделать машинку именно в unity ну для тех кто наверное может быть unity еще ни разу не моделировал сам куб смещу вперед по идее мы можем также ко всем нашим кубам применять различные модификаторы то есть мы можем его сделать пониже повыше и по сути мы можем добавлять в нашу модель можно даже кстати для модели создать отдельные элементы я просто буду дублировать и таким вот образом мы можем объекты вот ставить один на другой каким-то образом их уменьшать к примеру хотим сделать машину с крышей с окнами окна у нас к примеру немножко внутри находятся мы можем взять нашу вот эту машину сделать чуть меньше это у нас к примеру будет размер наших стекол а потом уже отдельными элементами мы можем сюда добавить еще кубы которые у нас будут являться скажем так нашими стойками на стойками Вообще, конечно, лично мне моделирование в Unity нравится не очень, от слова совсем, но вот иногда таким образом можно проверить задумку своей игры, то есть не прибегая ни к каким сложным моделям. Вот, к примеру, сделали мы крышу машине, причем полностью все делаем из кубов, хотите попробуйте других элементов. Вот, а сразу же можно ее каким-то образом раскрасить, то есть мы можем, не знаю, создам я папочку Materials и буду здесь создавать наши материалы. Одним из материалов я сделаю для наших колес, цвет сделаем, возьмем черный практически. Так, то есть можно материалы перетаскивать прямо вот таким образом. Создали, к примеру, мы материал, сделаем металлический корпус. Накрутим металлик побольше, металлический блеск, может быть немного даже смуфтнесс, чтобы она больше отражалась. Вот, кстати, на вилле, наверное, смуфтнесс мы должны практически убрать. Резина, свет плохо отражает. Так, сюда, сюда. Ну, конечно, работает таким образом с металликами, со смуфтнессом у нас не особо что-то хорошее получится. в такой сцене, нам-то и отражать-то особо нечего. Вот. Крышу немножко надо пониже сделать. Ну и давайте стекла. Стекла вообще делаем, чтобы очень хорошо отражающие. Ну вот. Можно, кстати, сюда добавить фары. Причем можно добавить не просто фары, можно сделать, чтобы эти фары у нас, как ни странно, светились. Здесь мы можем создать, вот, к примеру, сделаем их, пусть будет сфера. А еще, кроме фар, мы можем взять и сделать. То есть мы, конечно, можем сделать, добавить для них какой-нибудь материал. Вот. И можем добавить к нему эмиссию. Чтобы у нас фары каким-то образом дополнительно, как будто бы светились. Но света они у нас давать особо не будут. То есть если, к примеру, мы каким-то образом перекроем, ну даже не перекроем, давайте сделаем наше солнце. Повыше. То есть делаем вечер уже. То сами-то фары у нас будут видны еще. А света они давать никакого не будут. И мы точно таким же образом в нашу машину мы можем закинуть и создать в нем источник света. Вот, к примеру, сделаем Spotlight. Здесь, понятно, можно маленько у нас поиграться, там добавить самого цвета для нашего света. Можем поиграться с углом. Вот, к примеру, чтобы они побольше нас освещали. Можно им поиграть с Prime Time Range. То есть насколько они будут нас светить. И все. И у нас получились фары. Причем, которые у нас реально светят. Единственное, они не дают у нас тени. То есть можно сделать добавить тени. И То есть вот, видите, да? То есть вот у нас получилась вполне полноценная машина. Ну, правда, пока с не очень хорошей физикой поведения. Вот, наверное, как раз с физикой поведения мы с вами займемся уже на следующем занятии. Ну, и конечно же попрограммируем нашу машинку дальше. Вот, кстати, если вдруг вы захотите сделать ее, к примеру, пободрее, можно взять и добавить больше ей вот этой силы. А, кстати, по поводу больше силы. Забыл достаточно такую одну интересную вещь. Если мы сейчас, к примеру, вообще даже еще больше сделаю, 2000, чтобы она у нас поселение разгонялась. Если мы сейчас будем на ней гонять, она у нас будет в поворотах переворачиваться. Почему так происходит? А потому что у нас центр тяжести находится достаточно высоко. Нам его надо сделать ниже. Мы для нашей модели создадим объект под названием center of mass. То есть центр масс. То есть это у нас обычный пустой объект. И будет у нас расположен. А вот уже здесь поэкспериментируйте, куда вы его поставите. Теперь как же нам сделать этот центр масс? Вообще за центр масс у нас отвечает такой компонент из rigidbody под названием center of mass. Мы должны этот центр масс установить. То есть мы выбираем set. И теперь нам надо во-первых указать сам наш значим. Так. Не здесь. Мы должны с вами указать следующим образом. мы должны добавить унит выбрать transform. И нам надо получить локальную позицию. Здесь есть local position get. Объект мы выбираем наш center of mass. можно в принципе вот кстати можно таким же образом перетянуть его отсюда когда объектов у нас много. Подключаем мы его к нашему вектору 3 и машина уже даже кстати немного дрифтить начала на скорости. Вот. Если заходить на достаточно большую скорость ее маленько даже разворачивать задние колеса проскальзывают. Вот кстати как раз на следующем уроке мы и разберемся как можно будет для машины подобавлять вот эти различные силы. Машинка куда-то уехала видим далеко. Ощущение что она вообще по кругу катается. Надеюсь урок был для вас интересный. То что вы захотите добавить присылайте свои пожелания свои комментарии и мы попробуем это реализовать в нашей такой небольшой игре. Сразу говорю модели мы добавим потом другие то есть делаем реальные группы симпатичнее ну как игру сделаем машинку движущейся по трассе сделаем даже чтобы у нас считалось там время круга. А это была школа инженерного творчества с вами был Максим всем удачи всем пока пока.